Елена Соколова в профессии уже более 30 лет. Заведующая отделением 2-й инфекционной больницы на передовой в борьбе с коронавирусом с начала пандемии. За это время сотни пациентов, работа в красной зоне, насмотрелась всякого. Но врач вспоминает победы, когда удалось отстоять жизнь самых сложных пациентов. Двое людей отмечали 90-летие. У них было поражение 80% легких. То есть это обширное поражение легких. И вот все сложилось, все получилось. Организм отреагировал. И вот 90-летие происходило. Отмечали, так сказать, вручали медали юбилейные на базе нашего отделения, нашей больницы. Елена в числе первых нижегородских медиков, кто прошел вакцинацию от COVID-19. То, что делать прививку необходимо обязательно, сомнений у врача не было. Так же поступил и Роман Волонкин. Врач-уролог 4-й городской поликлиники Канайинского района Нижнего Новгорода. Получил отечественную вакцину «Спутник Ви». Пандемия, скажем так, приняла достаточно серьезные обороты. И если сейчас что-то не предпринять, в дальнейшем может быть только хуже. Поэтому, да, вакцина, можно сказать, экспериментальная. Но так можно сказать про любую вакцину, даже про иностранную. Поэтому, что ж, решили действовать, так сказать, сразу взять быка за рака. Вакцинация медиков в стране в целом и в Нижегородском регионе в частности продолжается. Препараты доступны и для жителей области, в их числе и пенсионеры. Пандемия никуда не ушла. Именно эта категория граждан по-прежнему остается в группе повышенного риска. Жить хочет чеснок. Вот. Встали вот нам, я уж не помню, в декабре мы записались, да, и нам разрешили хому за 60 и больше. Решили делать, мы все прививки делаем. В Нижегородскую область зашло более 7 тысяч доз вакцин. На сегодняшний день привито уже порядка двух тысяч людей. Это в основном люди из группы риска, это специалисты из сферы здравоохранения, контингенты из сферы образования и социальные работники. Также мы предложили приоритетно пройти вакцинацию волонтерам. В ближайшее время мы откроем запись на вакцинацию всех желающих. Делать прививку или нет, каждый решает, конечно, сам. Вот только о собственном здоровье и здоровье близких подумать лишним не будет. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.